Тимур Мирошниченко – самый опытный эксперт Евровидения в Украине. Почти треть своей жизни он посвятил престижному песенному конкурсу. Последние 12 лет работал в различных проектах Евровидения. Был ведущим национальных отборов, комментатором Евровидения, ведущим детского Евровидения. В этом году Тимур будет ведущим Гринрума. Именно ему выпала честь общаться с артистами и делегациями из 42 стран. В эксклюзивном интервью для подробностей UA известный ведущий рассказал о закулисье конкурса, непростых буднях ведущих и о мечте, которая связана с Евровидением. Тимур, привет. Спасибо, что нашел время к нам прийти. Знаю тебя очень давно. И я помню, как ты мне говорила, что одна из твоей мечты – это стать ведущим конкурса Евровидения. Детское Евровидение ты уже вел, теперь на черед пришло взрослое. Но для того, чтобы сбылась твоя мечта, должен был кто-то выиграть этот конкурс. Этот конкурс приехал в Киев благодаря нашей Джамале Прекрасной. Ты стал ведущим этого конкурса. Был ли отбор ведущих Евровидения? Чья была идея вообще пустить тебя, грубо говоря, можно это так сказать, пустить тебя в этот конкурс? Но ведь это ответственно. Ну, безусловно, ответственно. Мне кажется, в нашей стране особенно все, что связано с Евровидением, это всегда ответственно. Понятно, наверное, надо начать с того, что сказать спасибо еще раз Джамале. Хотя за этот год я и так говорил уже очень много раз. Но в данном случае, мне кажется, много не бывает. Вот сколько есть возможностей, надо говорить спасибо Джамала. Спасибо за возможность привести, снова вернуть Евровидение в Украину. Спасибо за возможность всем нам стать лучше. Ну и, конечно же, просто сделать классный конкурс, который в любом случае состоится в мае. Вот действительно будет очень круто. Ответственность, да, безусловно, ответственно. Да, безусловно, непросто. Вся наша жизнь такая. Кто организовывал именно ведущих, кто этим сопутствовал и почему все-таки выбрали? Я считаю, как три богатыря. Вот выбрали трех богатырей. Я это уже слышал. Да? Вот выбрали трех богатырей и отошли, скажем, от стандартного ведения конкурса. Это мужчина и женщина. В этот раз будет три человека. Почему? В принципе, ведущий, как и все составляющие шоу, того, что мы увидим на сцене и, соответственно, того, что мы увидим в эфире Евровидения, это полностью вотчина шоу-продюсера и его команда. Шоу-продюсер Стюарт Барвелл. Отбор ведущих начался еще где-то с конца ноября прошлого года. Было, ну, по большому счету, два таких конкурсных этапа. И потом, видимо, такие какие-то глобальные обсуждения, изучение всех вот каких-то там поведенческих форм, умение импровизировать, говорить и так далее, и так далее. То есть первый этап это было такое творческое задание. Надо было сделать небольшое видеообращение на любую тематику, на английском языке, безусловно. Кто во что гораст. То есть я, честно, как бы не знаю, кто был в этом шорт-листе, да, кто претендовал на роль ведущих Евровидения. Это была закрытая информация, она и остается закрытой информацией. Наверное, в первую очередь, для того, чтобы мы не коммуницировали между собой и заведомо не, ну, во-первых, не знали, во-вторых, просто, как бы, знаешь, там, никто друг друга не давил авторитетами и так дальше. То есть я знаю только вот эти три фамилии, которые в итоге стали ведущими Евровидения, которые принимали участие. Больше я не знаю никого, кто там принимал участие. Это действительно была закрытая информация. То есть первый этап это были вот эти видеообращения. Второй этап уже, видимо, после просмотра этих видеообращений определенное количество были приглашены в студию, где Стюарт проводил такое, это не кастинг, это скорее собеседование, и даже не собеседование, оно было в такой фановой игровой форме. Сначала было интервью со Стюартом, при том, что вопросы, скажем так, нестандартные, оригинальные, чтобы можно было проявить какое-то там чувство реакции определенное, там, умение импровизировать, выходить из сложных ситуаций. То есть он такой хороший психолог в данном случае, да, когда он обычными вопросами заставлял почувствовать себя как-то неловко в определенный момент. Потом мы, конечно же, там, зачитывали определенные фрагменты сценарии в прошлых лет, снова такие там объявляли победителя Евровидения и так далее, и так далее. Были еще очень интересные штучки, всякие там англоязычные стихотворения, скороговорки, всякие такие вот интересные штуки, где Стюарт проверял, понятное дело, и произношение, и правильность ударений, и так далее, и так далее. Умение и как-то там варьировать своим голосом и тому подобное. Ну и вот, собственно, после вот этих вот отборов, насколько я понимаю, изначально не было там цели или задачи сделать там вот делаем трех мужчин. Нет, такого не было. То есть уже в процессе вот этих всех собеседований, проб, просто Стюарт увидел, что, наверное, вот комбинация, вот такая комбинация будет самая интересная на данный момент. Собственно, вот так и произошло. Мы втроем будем представлять нашу страну на Евровидении. Это очень приятно, и для меня это оригинально. Да, да, такого еще не было. Хотя многие, в принципе, писали, вот почему, почему вот три мужчины, что у нас нету женщин. Даже оксану Маршенко предлагали наши зрители. Мне кажется, это будет очень интересно. Ты знаешь, Марша, я думаю, что во время Евровидения, не конкретно того, что будет происходить на сцене, а вот этих двух евро недель, которые будут в Киеве, будет огромное количество разнообразных и официальных мероприятий, и около Евровиженовских мероприятий, где наши прекрасные девушки, женщины, ведущие смогут проявить себя в полной мере. А уже известно вообще, кто будет? Нет, сейчас формируются, скажем там, списки, кандидатуры, просматриваются снова-таки, потому что должен быть ведущий и в Евровиладже, и в Евроклубе, и каких-то там официальных мероприятий, официальная церемония открытия, которая 7 мая должна состояться. То есть есть огромное количество мероприятий, на которые в пресс-центре, это больше ста пресс-конференций, которые надо тоже модерировать, вести. То есть позиций еще очень много, и я знаю, что сейчас ведется работа. Возможно, даже там, снова-таки, это закрытая информация, да, но, возможно, из тех, кто там претендовали на ведение Евровидения, с удовольствием согласятся, долучи тыся, да, до истории, присоединиться к этому прекрасному процессу, фестивалю, карнавал в музыке. Мы вот делаем с моими коллегами прекрасную программу «Шотом с Евробачинем», это, наверное, самый часто задаваемый вопрос мне за последние полгода, поэтому... Ты автор этой программы. Ну, я со своими ребятами ни в коем случае не перетягиваю одеяло на себя, просто действительно этот вопрос звучал настолько часто, что мы решили, так вот же оно, вот же это самый лучший формат, что там с Евробачинем? Смотрите блоги, получайте ответы. Интересно этот программ, очень прикольно смотреть. Все же, как ты узнал? Да, как я узнал, я находился на телецентре, на самом деле, понятное дело, что, как бы, имея, наверное, такой определенный доступ к каким-то там секретным материалам, я пытался разузнать вот с декабря месяца, когда прошли вот эти пробы, ну че там, ну че там, ну че там, ну че там, ну че там. Понятное дело, мне никто ничего не говорил, потому что это максимально долго пытались держать это в режиме секретности, пока утвердит. То есть сначала процедура какая, да, то есть сначала это принимает решение шоу-продюсер, да. Вот он нашел этот формат, он предлагает его утвердить, скажем, нашему национальному оргкомитету. Оргкомитет говорит, допустим, окей, да, после этого должны утвердить уже в Европейском обещательном союзе наблюдательный совет. Это, то есть, ну там тоже есть определенная субординация, иерархия, да, которую надо соблюдать в любом случае по любым вопросам. Поэтому это тоже такой был длительный довольно процесс, и мне до последнего никто ничего не говорил. И это было, это было, это было где-то в районе, наверное, середины февраля, когда мне уже просто позвонили, сказали, там, на вот на эту дату ничего не планирую, у нас будет фотосессия ведущих. Я даже не сразу понял, я говорю, ну надо снять, наверное, да. Ну да, и тебе там, что там, костюмы возьми, там, еще что-нибудь. И вот тут я уже понял, что такие да. И, собственно, я решил уже, наверное, тоже, знаешь, там, держать такую определенную интригу. Я даже маме не говорил, что я стал ведущим Евровидения до официального объявления. Боже, ну ты вообще. Обрадовался? Или какого у тебя было первое чувство? Безусловно, обрадовался, потому что, знаешь, за вот этот период, ну, то есть, грубо говоря, если взять там с конца ноября до, считай, середины февраля, это там три с лишним месяца, да, это были какие-то такие весы. Вот я вроде, да нет, ну я должен быть ведущим Евровидения. Потом, блин, что-то мне не нравится, наверное, не буду ведущим. Да что ж такое? Вот эти вот, видишь, у меня борода посидела за это время. Волосы пока держатся, да, борода первая пошла. Может, покрасилась, я не знаю. Нет, 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 все натуральное. В чем будет, я знаю, что ребята будут работать на сцене, а ты будешь работать в гринруме, это уже стало известно. А в чем будет заключаться твоя работа? Гринрум это, в принципе, наверное, там, такой центр каких-то, центр событий во время Евровидения, потому что, понятное дело, на сцене все там выходят, выступают, показывают свои номера, а все самое интересное в это время происходит в гринруме, потому что это место, где все артисты и их делегации ждут своей очереди выступить, потом уже сидят после выступления. Более того, гринрум за несколько последних лет стал не какой-то отдельно вынесенной площадкой, это стало действительно частью всего шоу. Он находится в центре зала, вот тоже в ближайшее время должны уже детально показать нам всем, официально опубликовать вид арены, как будет выглядеть сцена, как будет располагаться все, что там должно располагаться, то есть в ближайшее время, даты точно не знаю, ну вот-вот. И единственное, что могу сказать, допустим, вот сцена, да, вот напротив сцены будет гринрум в зале, то есть это как бы действительно часть всего вот этого процесса, часть действа. Поэтому, ну, наверное, мне как раз-таки вот это место, это где, наверное, действительно должен быть я, потому что я уже знаю все об этих участниках, которые к нам едут. Даже тех, кого не выбрали, я уже все о них знаю. Есть фаворит какой-то, кстати? Есть несколько композиций, которые вот на данный момент, по крайней мере, мне там запомнились больше всего, но это все очень условно, потому что говорить о каких-то действительно фаворитах, о каких-то претензиях на победу, можно будет только после того, как мы увидим действительно уже номер на самой сцене. Потому что, как показывает практика, зачастую то, что мы слышим, допустим, просто в композиции или в каком-то там клипе или кусочке там выступления с национального финала, оно очень часто полностью отличается от того, что мы видим на сцене. И вот тот номер финальный может или поднять шансы этого артиста, или опустить шансы этого артиста. Это было неоднократно и в ту, и в другую сторону. Да, допустим, если говорить о примере наших артистов, да, та же Джамала, да, до репетиции на сцене, она по котировкам букмекеров была там от 10 до 15. Кстати, а ты доверяешь букмекерам? Букмекеры часто ошибаются. Ошибаются. Ошибаются часто. И в прошлом году это произошло? Да, в прошлом году это произошло, благодаря, снова-таки, нашей Джамале. Но, тем не менее, как бы они плюс-минус все равно там фаворитов выделяют. С точки зрения организации, Украина готова удивить Европу? Потому что, я уверена, ты знаешь. Потому что ты находишься в этой кухне, я уверена, с мая месяца, когда Джамала выиграла, ты, наверное, не пропустил ни одного там какого-то организационного комитета или собраний каких-то, ну, либо там приближенный к этим людям, которые сейчас организовывают это шоу. Будет круто. Однозначно будет круто. Если мы говорим, допустим, сейчас о шоу, о том, что будет происходить внутри МВЦ, там действительно собрано Dream Team, которая это делает. Это Стюарт Барлок как шоу-продюсер. Это Кристор Бьоркман как контест-продюсер. Это тот же Ола Мелзи как директор по производству. Лучшие действительно мировые компании по реализации трансляции, по свету, по звуку, по экранам. То есть это действительно все топовые компании, которые уже много-много лет занимаются проектами Европейского обещательного союза. Они будут как бы непосредственными творцами того, что мы увидим в МВЦ. Понятное дело, Украина непосредственно тоже в этом принимает участие. Но все-таки такие ключевые должности – это действительно топы в своих профессиях в мировом масштабе. Поэтому мне по секрету показывали некоторые элементы шоу, которые будут использоваться в этом году на Евровидении. Я могу сказать, что многое из того, что в замыслах есть, будет в принципе впервые реализовано в телевизионной индустрии. Поэтому я думаю, что мы действительно сможем, ну не то чтобы удивить, но сделать очень яркое, интересное и в чем-то новое инновационное шоу. Это однозначно. Несмотря на то, что возник в феврале месяце скандал с организаторами, в принципе команда немножечко разделилась, мы сможем провести без скандалов это шоу? Ну и Евровидение уже давно не проходит без скандалов. Особенно в наших странах, да, постсоветского пространства, где к Евровидению немножко по-другому относятся. То есть, если в Европе, да, это безусловно очень популярное шоу, с очень высокими рейтингами. Для них это действительно шоу, в принципе слоган, да, Евровидение это лучшее семейное шоу Европы. И оно любимое семейное шоу Европы, если бы точно. Поэтому там они все-таки действительно ждут, это как, ну как ты ждешь там новую серию любимого сериала, да, это вот сериал длиной 62 года. У нас мы относимся к Евровидению как к чему-то такому безумно важному, серьезному, где если ехать, то только побеждать, если делать там только так. Ну вот, надо немножко проще к этому относиться, действительно относиться к этому как к шоу, как к какому-то фестивалю, как к карнавалу, ну как угодно, как в Бразилии карнавалу, да. Просто это праздник, которого все ждут. Понятное дело, что, конечно, все непросто, особенно с учетом того, что за последние несколько лет наши люди стали во всем разбираться, стали во всем экспертами. Что вот сидишь ты дома в фейсбуке и ты все знаешь, да, как бы обязательно об этом надо сделать постик и тому подобное. Надо немножко по-другому к этому всему относиться, более легко, получать удовольствие, позитивно мыслить, радоваться тому, что это у нас происходит, а не искать везде зраду. Кстати, ты, я уверена, был во всех пяти городах, которые претендовали, чтобы у них был этот конкурс. Трех. Почему трех? Пяти. Ну, изначально было шесть. Ну, да, потом пять, а потом уже три. Ну, финал три, да. Почему именно Киев выбрали? Ведь в Киеве уже был конкурс. Как ты считаешь, по твоему мнению? Почему? Ну, все-таки инфраструктура, которая, есть определенные требования Европейского обещательного союза к городу, который принимает Евровидение. Это и количество мест в отелях разных категорий. Понятное дело, много должно быть и пятизвездочных, и четырех, и трехзвездочных. Это и транспортная развязка, это и сообщение этого города, аэропорта этого города с аэропортами европейских стран. То есть там есть огромное количество моментов, это и площадка, безусловно, на которой должно это происходить. Есть огромное количество факторов, которые влияют на общую оценку. И, ну, это комплексный вопрос. К сожалению, в Украине на данный момент только Киев инфраструктурно готов к проведению такого масштабного мероприятия. Снова-таки, я очень надеюсь, что сейчас мы проведем Евровидение и снова не забудем, что у нас нету концертных площадок, что у нас плохо с дорогами и тому подобное, и тому подобное. Это комплексный вопрос, который надо решать постоянно. Не к какому-то конкретному мероприятию, не к Евровидению, не к финалу Лиги чемпионов, не к чемпионату по баскетболу или хоккею, а в принципе. То есть, и это снова-таки, это не вопрос президента страны, это вопрос администрации любого города. Почему у вас нет этой площадки? Почему, когда проводите элементарную выставку, вы снова ищете место, где это делать? Почему не построить эту площадку, где можно проводить и концерты, и какие-то спортивные мероприятия? Мультифункциональную площадку, которая может в любой момент принимать любое мероприятие, хоть Мадонны концерт, хоть Олега Винника. Я уверена, что ты смотрел национальный отбор в Украине, ну, как бы, следишь за европейскими тоже. Как можешь оценить наш национальный отбор? Ведь до последних двух лет ты был ведущим и устраивал ТЮА-Перша, и сейчас это делается совместно с телеканалом СТБ. Они рассчитывают, в принципе, на шоу. Почему так, по твоему мнению, и как ты можешь выделить своих коллег-ведущих, которые, в принципе, как наши зрители написали, ну, я тоже тебе могу об этом сказать, к этому конкурсу не были причастны никогда? Как ты можешь вот это оценить? Ну, быть причастным к конкурсу не обязательно. Если ведущий хороший, он может провести любое мероприятие, любой эфир любого уровня и любой сложности. Но пока Украина относится к этому серьезно, к этому конкурсу, я считаю, что должен быть человек, который так же серьезно относится к этому конкурсу, и который знает. Мне кажется, ведущий в этом году прекрасно справился со своими обязанностями. Конечно, ну, я просто не люблю обсуждать ведение и поведение своих коллег. В целом, конечно, остались прекрасные ощущения. У меня много вопросов, в принципе, к формату. Я говорил это год назад, могу повторить снова. Понятное дело, что, скажем так, в данном случае, наверное, играет в первую очередь борьба за определенную телевизионную долю, за телевизионные рейтинги. И когда 8 или 6 артистов, которые должны исполнить свою песню, это все растягивается на 5,5 часов, ну, это занадто, мне кажется. Потому что на Евровидении за 3,5 часа успевают спеть 26 стран в финале, пройти голосование, сделать все интервал-акты, все проголосовать и получить победителя. А здесь 8 мы растягиваем на 5,5 или даже 6 на 5,5 часов. И плюс жюри. Получается, ну, как бы я ничего не имею против жюри, но вот эти обсуждения, да, когда артисты сюда пришли, это не талант-шоу, артисты сюда приходят не, там, услышать что-то о своем вокале, о своем платье, о своей постановке или еще что-нибудь. Они с конкретным предложением приходят. Мы хотим вот с этой песней на Евровидении. И зритель, и жюри, они просто должны выбрать, сказать, это да, это нет. А не распинать этих бедных артистов по 15-20 минут после их выступления на сцене, где, скажем, там, артисты, которые по 20 лет на сцене и имеют свою отличную, там, большую аудиторию, они выслушивают от жюри какие-то там непонятные вещи, что и серии, зачем вы сюда пришли и тому подобное, вы плохо поете, да. То есть, ну, это такой формат. Вот здесь принято решение теми, кто финал этот делает. Окей. Мне понравилось в этом году действительно то, что было разнообразие стилей. Я для себя заново открыл некоторых артистов, некоторых заново, в принципе, открыл для себя. Мне очень нравится, но, допустим, если говорить там уже о конкретных каких-то позициях, мне очень нравится новое дыхание, новая жизнь Димы Кадная. Это прекрасно. Пани Валькова великолепная. Сальто назад, открытие, наверное, этого сезона. Рожден тоже, на самом деле, там, завод буквально от эфира к эфиру изменился, да, тоже что-то получил. То есть, в принципе, я думаю, что все эти артисты, которые выступали на национальном финале, если сделают правильные выводы и примут вот то, что они как бы получили этот опыт, правильно его внедрят, так сказать, в свою творчество, в свою жизнь, они могут просто получить там новый этап развития своего. Что касается музыкального материала, то, наверное, он был слабее, чем в прошлом году в целом. То есть, это не говорит, я не хочу говорить там конкретно о победителях, а в целом, да. То есть, если в прошлом году, я до сих пор уверен, что если бы там не Джамала, выиграл бы, допустим, Сансей или Хардкис, мы бы все равно выиграли Евровидение. Я почти в этом уверен. В этом году такой уверенности у меня не было ни в одном полуфинале, и в финале тоже. То есть, явно вот такой песни, которую ты слышишь и понимаешь, что это победители Евровидения, в этом году у нас не было. Как можешь оценить шансы представителя Украины группы от Орвальд? Ребята, будет очень сложно. Во-первых, мне кажется, в данном случае, как в футболе, допустим, это бывает, что родные стены помогают. В данном случае это, наоборот, наверное, усложняет им жизнь. Быть представителями страны-хозяйки очень тяжело. К ним будет уже во время Евровидения, будет, безусловно, очень высокий интерес со стороны зарубежной прессы. Будет определенное давление со стороны местного населения и прессы. То есть, им будет очень сложно. Плюс, ко всему же, рок-музыка, она немножечко чужда для Евровидения, как ни крути. За последнее время, грубо говоря, только лорди имели определенные успехи. И то это не совсем рок, это фрик-рок, был определенный, это performance. Было несколько коллективов, которые занимали второе, третье, четвертое место. Но, как правило, все-таки рок-музыка проигрывает поп-музыке в рамках Евровидения. Сколько ты в Евровидении? Практически 12 лет. 12 лет. За эти 12 лет, я думаю, у тебя сформировалась своя точка зрения по поводу этого конкурса и, собственно говоря, и песня, какая должна быть. Ты уже сказал, что, скорее всего, рок проиграет попу, но мы не можем знать, и, скажи мне, европейский зритель меняется с точки зрения... От конкурса к конкурсу. Да, меняется. От конкурса к конкурсу он меняется. Взять и сказать, что победит в этом году какая-то песня в таком стиле невозможно. То есть здесь уже, скорее всего, действительно из 43, которые будут представлены, можно выделить несколько будет тех претендентов, которые имеют большие шансы. И в каком это стиле будет, заведомо вообще нельзя предсказать. Евровидение, вот эта шаблонность, форматность пресловутая, о которой там часто до сих пор говорят, мне кажется, она закончилась. Закончилась еще в 2004 году, когда выиграл Руслана. Вот она, собственно, стала вот этим переломным моментом и человеком, который сломал систему и вывел Евровидение в музыкальном даже плане на другой уровень. С тех пор и, скажем так, музыкальное наполнение всех конкурсов и победители, они разные. Они не повторяются своими стилями, своими песнями, своим подачами, перформансами и тому подобное. То есть Евровидение меняется, меняется и зритель, меняются и вкусы. Кто знает, может быть, именно рок в этом году будет самым ожидаемым в музыкальном стиле на Евровидении. Тем более, Евровидение на данный момент единственные рокеры в этом году. Как ты думаешь, возможно ли нам выиграть второй конкурс подряд? Второй год? Ну, история как бы знает. Такие случаи, когда и три раза подряд Ирландия в середине, в начале 90-х выигрывала. Будет сложно. Возможно и не обязательно нам второй год подряд выигрывать. Можно дать передышку всем, кто занимается этим конкурсом. Поэтому вероятность того, что мы выиграем в этом году, она практически равна нулю, конечно. Ну, это мое мнение. Скажи мне, организаторы вот этого масштабного конкурса с тобой как-то советуются? Потому что ты в этом конкурсе очень давно и ты, в принципе, знаешь, как Украина относится к этому конкурсу. Возможно, они к тебе обращались за какими-то советами? Да, безусловно, обращались, при том, что в основном это было на каких-то начальных стадиях. То есть сейчас это уже все-таки действительно идет там ежедневная работа уже, которая там что-то там дополняет, развивает и тому подобное. То есть когда уже всем все более-менее понятно. А поначалу, на самом деле, мне даже звонили там из серии сколько, по какому маршруту ходили там шаттлбассы, допустим, в том или ином городе, да, чем угощали на там на пресс-брифинге или еще на чем-нибудь. То есть такие вопросы хозяйственного формата даже, какого-то неожиданного для меня. Ну, я с удовольствием консультировал всех, кто мне задавал эти вопросы. То есть интересовались и в принципе... А сейчас? Вот уже более-менее... Ну, что ли, сейчас это уже все-таки уже налаженная работа, то есть как бы основные вопросы решены и они только уже обретают там, как скелет, да, обрастает как бы какими-то штучками. Не хочется говорить на асану. Я тебе сейчас задам два близ вопроса, которые я задавала конкурсантам национального отбора. Хочу, чтобы ты на них ответил честно. Евровидение — это политический конкурс, да или нет? Нет. Не должен им быть. Не должен им быть. Не должен им быть. Но все-таки нет? Или нет? Ну, как ни крути, политика, когда встречается такое количество стран, то примесь политики она в любом случае будет. Но Евровидение всю жизнь, всю свою историю, да, пыталось от этого налета, наоборот, избавиться. Поэтому, мне кажется, этот налет в первую очередь как бы вот средствами массовой информации и как бы насыпается, да, посыпается политическим этим налетом. Евровидение — это возможность для тебя лично? Конечно. Какая? Продолжай. Что, вот, чего ты хочешь получить от этого конкурса? Я Евровидением занимаюсь больше трети своей жизни, в принципе, да, вот мне вот через 3 дня 31, из них 12 я занимаюсь Евровидением. То есть, больше третьей жизни я отдал этому конкурсу. Ни секунды об этом, безусловно, не жалею. Это действительно стало... Он как член семьи мой, дополнительный. И, в принципе, наверное, на данный момент все, чем я занимаюсь, все, чего я достиг, это все благодаря Евровидению. Благодаря мне в нем и ему во мне, да, так сказать. Что дальше? Ну, я думаю, возможность стать ведущим Евровидения, провести этот конкурс, это тоже дает определенные возможности, потому что, как бы, возможность проявить себя, показать себя, и, снова-таки, прорекламировать и свою страну, и какие-то там наши достижения. Ты не боишься, что после вот твоей мечты, исполненной ее... Типа, не к чему стремиться быть? Нет, ты забросишь этот конкурс, тебе уже будет неинтересно просто им заниматься. Да, нет, я не думаю. Ну, в принципе, я на данный момент полностью, целиком полностью сосредоточен теми событиями, которые в моей жизни грядут до 13 мая 2017 года, включительно. То есть, я там не задумываюсь, на самом деле, что дальше, чем мы будем заниматься. но, во-первых, я, наверное, высплюсь, потому что у меня в этом году еще ни одного выходного не было дня. То есть, ну, если получится. Что дальше, я не задумывался. Но, как бы, взять и закрыть для себя проект Евровидения внутри я не готов в любом случае. То есть, каким-то образом он останется в моей жизни в любом случае. Ты говоришь, что там, треть своей жизни ты отдал Евровидению. Почему, например, не спорту? Почему, не знаю, какому-то другому? Спорту я отдал первую половину своей жизни. Натянуется. Ты петь умеешь? Это хороший вопрос. Мне кажется, что, когда выпью, да. Как и любой человек, я периодически попадаю в караоке. И поэтому могу там иногда себе позволить исполнить пару песен. Но, на самом деле, наверное, это не самое лучшее, чем я владею. Сознательно ты не готов выйти на сцену и спеть. Ты знаешь, у меня где-то в глубине души, наверное, как и во многих людях, живет певец. Маленький пока такой певец. Понятное дело, допустим, меня вселенная не наградила какими-то сверхвокальными данными, особенно со слухом у меня там немножечко. Ну, мне так кажется. Но, с другой стороны, если этим заняться, если немножечко позаниматься вокалом, попробовать распеться, может быть, что-то из этого получится. Но у меня просто физически на это сейчас нет времени. Нет, возможно, ты закончишь комментаторскую свою Евровидение карьеру, и мы увидим Тимура Мирожниченко на сцене. Кто knows? И будешь шибели шпеть в ресторанской все может быть. Не знаю. Никогда не говори никогда, я не знаю. А как ты сейчас готовишься к Евровидению? Может, ты ходишь на репетиции на какие-то, подтягиваешься в английский язык? Что происходит? Ну, у меня, в принципе, подготовка к Евровидению не заканчивается никогда. Она идет круглогодично. То есть, понятное дело, что я знакомлюсь по крайней мере пока что в формате такого виртуального с участниками. Изучаю, я же говорю, их биографии, их какие-то там самые пытаюсь. В принципе, в данном контексте я готовлюсь точно так же, как комментирование, как бы извлекая из гигабайтов информации в интернете самые интересные крупинки, да, чтобы можно было потом использовать это и в общении с ними в гринруме и просто во время евронедели. У тебя есть какой-то талисман, когда ты выходишь на сцену или проведешь какое-то мероприятие? Может, ты что-то с собой берешь? Я с собой беру микрофон обычно, когда я выхожу на сцену. Нет, в принципе. Нет, у меня нет ничего такого какого-то обязательного, то есть, я там не целую какую-то там брошку или еще чего-нибудь такого у меня нету. Наверное, главный талисман это воздух и солнце, которые окружают нас. Спасибо тебе за этот разговор и я очень опять тебя благодарю за то, что ты приехал к нам, нашел время и все-таки я, наверное, хочу, чтобы ты обратился к зрителям, к Украине. Самое главное, что весь этот процесс, который сейчас происходит в нашей стране в рамках подготовки к Евровидению, наверное, пожелать всем сил, терпения и поменьше искать везде зраду. Все-таки мыслить позитивно, пытаться, даже не пытаться, а просто видеть хорошие моменты в любом, в любых местах, в любых каких-то там даже казалось бы, что, ну что здесь хорошего, да, что там, нет, везде есть что-то хорошее и надо видеть это, а не искать только негатив. Надо мыслить позитивно. Евровидение это действительно шанс для всех нас стать лучше. Не кому-то что-то доказать, а самим себе показать, что мы можем быть лучше. И этим шансом надо воспользоваться. Ну и, конечно же, в мае, в конце даже апреля, когда весь мир устремит свои взгляды на Киев, на Украину, когда все начнут прилетать, приезжать, приходить к нам на Евровидение, быть действительно гостеприимными, приятными людьми, такими, какими мы есть на самом деле и дружелюбными. и, конечно же, как в мае. И, конечно же,